Девушки отдыхают Я прям жду не дождусь Игра уже подходит к концу Мы прошли уже 85% игры, кстати, на данный момент Так что уже скоро конец По идее Клайв! Нет! Вот он! Он нужен краю живым! Держитесь! Скоро снова будем вместе! Сейчас мы их быстро раскидаем Хорошо вышла Еще враги на подходе Хорошо, давайте Да ты прикалываешься Ни хрена себе Хорошо, хочешь по-плохому Да по-плохому Получилось? Получилось? Новые враги на подходе Да чтоб тебя Прям в воздухе перевоплотился Видали? Настоящий профессионал Получилось Она должна быть где-то здесь Только где? Вот здесь что-то есть, смотрите Окровавленная шкура Наверное нужно вниз спускаться Я так понимаю, да? Да Что-то есть где-нибудь? Ну-ка Надеюсь с ней все в порядке Заходим А там кто-то еще есть Давай торгал Фигач его Джилл Ты пришел Назад Клайв Ну как ты? Позже Да я освобожу Идти сможешь? Отсюда точно уйду Замри Феникс Ты же доминант огня Так почему я вижу перед собой Лишь слабую искру? Один Один Ну давай в полную силу Ну давай в полную силу Не ну красиво сделали Слушайте Слушайте Ну давай в полную силу Слушай, ты же Ты же Офигеть, и вода, смотрите, так и осталась на месте Что происходит? Хватит сил идти Вроде бы Только вот куда? Ты! Что осталось с Джошуа? С Фениксом? О, он-то должен выжить Сознание, которым вы прикрываете свои жалкие души, лишь крепнет в минуту отчаяния Потому-то, господину, и понадобился мой меч Скоро этот мир погрузится во тьму И все живое окажется в хладных объятиях смерти Но источник бедствий можно устранить Мы уничтожим последнее ядро и восстановим баланс сил в мире Брось, ты думаешь, что все так просто? Мор неотвратим Даже всемогущим не остановить его распространение Ваше сопротивление не принесет ничего, кроме страданий Миф, ты должен осознать истину Займи свое место подле нашего владыки Нет уж Пока есть шанс, есть выбор Слепая вера продолжает сбивать тебя с пути Что ж, твоя судьба неотвратима И пришло время признать этот факт Пусть и через боль Отойди как можно дальше Клайв, нет Доверься мне, Джилл Ну, поехали Мы не обязаны это делать Еще как обязаны Иначе ты не вспомнишь даже о своем долге Ух ты, нифига себе Что-то сложненькое, наконец-таки С прошлой нашей встречи у тебя явно прибавилось сил Однако сосуд для моего господина все еще Несколько неполноценен А в смысле, а че такое? Где он? Он ушел Зачем порождать столько гнева и огня, чтобы остановить мор? Лишь глупец мог внушить тебе эту пустую идею Как ты смеешь? Ты ничего не знаешь об устройстве мира и нашем месте в нем Если бы судьбу было так легко изменить Все бы стали богами Это уже сложный босс, судя по всему Что ж, все понятно Раз ты противишься здравым доводам, найдем другие средства убеждения Что-то капец он жил Тебе все равно придется сыграть назначенную роль Все хана, короче, да? Я... Свету надежды пора погаснуть Ты готов сдаться так быстро? Ни за что Клайв! Как ты не видишь? Железная воля тянет тебя к земле, мешая исполнить предназначение И каково же оно? Миф Кто мы такие? Кто такие доминанты? Создатель благословил нас, наделил светом, который во славу его имени поведет народ за собой Мы Могучие инструменты Бога Нет Нечто большее Без его дара ты бы был никем Сила, которой мы управляем Принадлежит ему И с каждым ее применением наше естество немного раскрывается Стирается, разрушается, чтобы обнажить свою безупречную суть Айкона Даже избранные не способны их обуздать А вот ты миф можешь В тебе живет мощь многих, но твое тело не платит им горькую цену О чем ты говоришь? Я говорю о том Что доминанты Средство достижения цели Нас создали для тебя Ты должен испить нашу силу сполна и так исполнить свое предназначение Да какое? Поглощать Ты бы и сам все понял, если бы взглянул из-за перены эгоизма, окутавшей тебя Если будешь пренебрегать этой правдой, я останусь неуязвим для твоих атак Впрочем, можешь успокаивать себя тем, что не одинок в своей участи Все люди находятся в плену воли И все же есть повод для радости Наш владыка сжалился над своими несовершенными творениями Он поможет каждому вернуть истинную форму И что это будет за форма? Преданных слуг Бога? Нет Где ваши манеры, лорд Росфилд? Они такие же люди, как мы с вами Только избавленные от бремени воли, которая ведет всех нас к безумию Чистые Почти что богоподобные Вы хотите обратить всех в акаш? Миф не обратить А возвратить Слишком долго человечество шло на поводу капризной воли Пора ему вернуться в мир молчаливого равенства Только в нем люди смогут спастись Спастись? Бросив все, что нам дорого Нас не нужно спасать Мы сделаем это сами И так, как захотим Ни ты, ни твой Бог Нам не указ С каждым дерзким проявлением воли Оковы сознания лишь закаляются Что нам Вполне может быть только на руку Клайв! Чем быстрее ты привяжешься к другим доминантам Тем сильнее Разыграется твой голод В итоге он все равно приведет тебя к единственно верному решению Не совсем тем путем, что подготовил господин Ну разве это важно? Но верно все равно Эш недалеко Я заморожу воду Тебе не хватит сил Возможно, но попробовать стоит Не оглядывайся! Не оглядывайся То есть это еще далеко не последняя наша встреча с ним Офигеть! Берег теней Западный Эш Надеюсь остальные живы Энтерпрайз был далеко от бреши Они выбрались в жил И должны были заметить путь изо льда Дождемся рассвета Дождемся рассвета Варнау побеждают уже второй раз Его никак не одолеть Может тебе и правда остается только сдаться его господину Но ты этого не сделаешь Мой друг Клайв никогда так не поступит Возможно, но что ты действительно знаешь обо мне? Если Варна воправ, то я чудовище, а не человек Каждый раз, когда внутри разгорается пламя Оно медленно сжигает мою сущность Но ведь это не так Вспомни, для чего ты использовал свою силу Сколько людей спас Не имеет значения, кто и как наделил тебя ей Важен только твой выбор, к чему ее приложить И ты выбрал творить добро Не так ли? Ну и убил предостаточно Вдруг это и есть мое предназначение Все, на что я горжусь Ты все тот же мальчишка из моего детства Вечно пытаешься спасти всех вокруг Но в итоге остаешься один Потому что так и не осознал, кого нужно спасти в первую очередь Себя, Клайв Себя самого Ты даже ни разу не попробовал задумываться об этом Себя Пожалуй, меня уже поздно спасать Никогда не поздно, если только сам того не хочешь Ты сражаешься, чтобы выжить А выживаешь для того, чтобы защитить тех, кого любишь Таков уж ты Таким будешь всегда И изменить себя не захочешь Но с этим я помогу Дам то, что позволит защитить нас Джилл Ты уверена? Если ты Правда этого хочешь, то Не волнуйся, Клайв Хочу Возьми силу Чтобы нести бремя в одиночку Но я не один Все, что сохранилось внутри Поступки, боль, горечь Давным-давно стала частью меня Я вижу сейчас Они все частью меня Возьми 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 Н там Я хочу продолжать борьбу Сражаться за тех, кого люблю А потому готов нести и твое бремя до последнего вздоха. Клайв. Джилл, я обещаю. Мы найдем способ избежать своей судьбы. Найдем способ спасти друг друга. Чтобы полюбоваться луной, как и в этот раз. Вместе. Клайв, а я обещаю. Что буду с тобой независимо от того, кем и чем ты станешь. Я знаю. Не думал, что когда-либо буду так рад твоей улыбке. Ну, наконец-таки, ёпперный театр. Дождались. 30 часов спустя, наконец-таки, это случилось. Это как, блин, я не знаю, в секретных материалах. 7 сезонов пришлось ждать до первого засоса, но это не серьезно. Не, я понимаю, что разработчики просто не хотели там прям опошлить все эти красивые высокие отношения, но, блин, ну сколько можно людей драконить, в смысле. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Пути пересекутся вновь... И неважно, хотим ли мы этого... К тому же, у нас есть дело поважнее... Верно... Хребет дракона... Последний исходный кристалл... Эйн Херри спит на дне морском... Без него Валут не посмеет напасть на Сторм... Но теперь они будут ждать нас... Нужен план... И чем надежнее, тем лучше... Так, идем домой и все придумаем... Эш подождет... Ну, наконец-таки, жрать, скажи, да? Достали, блин... Там уже антилопы все протухли... Пока мы же это самое, да? Не, ну это классно на самом деле было... Прям красиво, так четенько вообще... Ну как же эту тварь убить? Слушайте, что-то вообще непонятно... Мид сказала, что Один разделил море... Она, конечно, любит приврать... Но небылица, небылица рознь... Я бы и сам с трудом поверил... А что, дядя не с тобой? Он остался на Энтерпрайзе... После встречи с Эйхерием... Суду нужен ремонт... А дядя знает одного... Корабела в Ранделе... Мы встретимся там перед отплытием на Эш... Это разумно? Поговаривают, там до сих пор полно Акаш... А где их сейчас не полно? Зараза, Ультимы повсюду... Времени у нас мало, верно? Мы укрепляем убежище как можем... Хоть я сомневаюсь, что в этом есть толк... Но и прекращать нельзя... Все лучше, чем ничего... Надеюсь... С той стороны пролива... Сила льда... Клайв присвоил часть сущности Айкона Шивы... При сонастройке Шивы меняется стихия... Ну, понятно... Ну, сейчас, короче, сделаем, да... Волна холода... Ага, хорошо, понял... Нужно зайти к Джошуа... Если Тарья позволит... Короче, смотри... Давай для разнообразия попробуем что-нибудь новое... Давай-ка я пока, наверное, уберу здесь... Вот эту Горуду и поставлю Шиву... Шиву, точнее, способности... Остался только Один... Получается, в нашей коллекции... Запусти несколько осколков льда... Позволя... Хорошо... Что-то еще может быть? Создайте небольшую стену льда... Ну, давайте... Здесь... А, хорошо, это уже слишком... Создайте гигантский ледяной кристалл... Ага, хорошо... Вызовите снежную бурю, чтобы заморозить всех врагов в радиусе действия... А затем нанести им значительный урон во время стихии льда... И отбросить назад... Хорошо... Ну, сейчас мы поставим вот это... Вот, я думаю, да? Один момент... Один момент... Ммм... Так, это Бэмс... Это хорошо... А это не очень хорошо... Все... Ну, там пока нам ничего... Село нельзя сделать... Поэтому давайте идем по сюжету... Нам ничего больше не остается... Все заблокировано по-прежнему... Видимо, до самого конца сюжета... Мы не сможем выполнять сайды, так что... Ну, и как ты тут, Джошуа? Лучше, чем раньше... Но не так хорошо, как хотелось бы... Порезы и ожоги зажили... А вот заклятие лучше не применять... Как мне было обойтись без них? Мы бились не с обычным солдатом... А с самим хранителем тьмы... И даже так не справились... Король мог убить меня в любой момент... Однако предпочел поиграть, словно керол с мышью... Ты недооцениваешь себя... Ох, ты сам все видел... Единственным, кто в тот день проявил настоящую силу... Был Варнава... Извини, братец... Это я сгоряча... Просто как житься с беспомощностью... Когда все ждут, что ты станешь им опорой... Может... И принц так себя чувствует... Кристальный доминион... Безымянные трущобы... Безымянные трущобы... Повыгайся к задайке... НО-НО-НО-НО-НО-НО-НО-НО-НО... Играя! Да-да-да! Ура! Нет! Безымянные трущобы... Вm... А-да... Нет! Нет! Где это я? Сейчас! Вот, прямо из колодца! Вот, прямо из колодца! Бабуля говорила, если духи заблудятся, фонари укажут им верный путь. Как она умерла, и я пустила такой. Звучит музыка. Зверь работает в тайне. Ультима, неужели ты направлял мою руку? Нет, не ты. Это мой поступок. Моя ошибка. Моя вина. И только я могу ее искупить. Раны почти затянулись. Все благодаря моим припаркам. Сама делаешь. И продаю. С трудом. На хлеб хватает почти всегда. Прости. Прости. Но мне тебе нечего... Я знаю. Но и бросить вас там не могла. Уже уходите? Конечно. Мне уже лучше. Благодаря тебе и твоим припаркам. Как-нибудь загрянете ко мне? Что ж, Феникс. Кажется, ты подарил мне новые крылья. А что там за красная какая-то блямба в небе? Какая-то особая звезда? Может, он и найдет ответ? Как я понимаю, ты скоро вернешься в Валут. Не вижу причин медлить. Я тоже. Могу назвать пару, но ты не послушаешь. Не забывай пить лекарства. Конечно, леди Тарья. Уже собрались уходить? Сколько займет обратный путь на Эш? Не знаю. Столько же, сколько ушло на путь сюда. Или меньше. Если твой дядя найдет, кому подлатать Энтерпрайз. А еще нужно решить, куда причалим. Верно. Мы ведь не можем высадиться где угодно. Считай, висешь вражеская территория, где на нас тут же нападут. Значит, нужно место, где не станут искать. И я знаю, у кого спросить совета. У нашего ученой? Скажу, чтобы ждала. Пока вы намечаете курс, я схожу в библиотеку. Распрошу сказителя про Ультиму. А я пообщаюсь с Харон насчет припасов. Раздобыть их на Эша будет непросто. Ты же понимаешь, что твоему брату стоит поберечь свое тело? Конечно. О, Клайв, я все ждала, когда ты придешь. Вы же заберете наше юное дарование с собой? А Мид позже. Нужно сведение о Бэше. Лишь бы у меня от этой беседы ничего не свело. Продолжай. Как только Энтерпрайз починят, мы хотим пойти к хребту дракона. Но знать бы место, где можно причалить. Причем такое, где мой корабль не разнесут в щепки. Если бы все было так просто, Валут бы уже давно захватили. Про Эш известно очень мало. Почти все сведения либо разрознены, либо устарели. А спасибо за то королю Варнаве, стоило ему взойти на трон, как он тут же закрыл границы Валуда. Тихое место на моей карте нам точно не найти. Так скажи, какое можно. Все равно знаешь больше нашего. Лишь бы без щепок. Ладно, скажу. Лишь бы вы отстали побыстрее. Только попробуйте перебить. Понятно? Варнаву Тармра зовут последним королем. Поймешь его, постигнешь основы королевства Валут. Он был совсем ребенком, когда прибыл сюда из-за южных морей. Да и дикие племена Эша объединил, едва возмужав. Когда они смели грозное королевство Вильдермарк, на его останках Варнава возник себе трон. Эта победа потрясла всю Валистью. Слухи о мощи Одина поползли среди придворных, купцов и всякой черни. Заметь, это был 843 год. Спустя 40 лет король все еще остается у власти, не под властной времени. Бездействие Валуда заставило многих думать, что Один потерял вкус к войне. Но смотри-ка. Эйнхерий в самом центре схватки, так что намерение очевидное. Орки бродят у клыка дракона, а Акаши по Канверу. Мы пока не знаем, может ли этот раздрайб быть на руку Варнаве. Тем не менее, если приказ атаковать действительно отдал король, ясно одно. Валуд совершил невозможное, приручив и зверолюдов, и обращенных эфиром. Так про страны я описал простой факт. Добравшись до Аэша, ты попадешь в царство неизвестности. Большую часть континента уже поглотил мор, а уцелевшие порты тщательно охраняются. Природа тех мест тоже не станет щадить себя. Прибрежные течения могут выбросить корабль обратно в море или же разбить оскалы. Но Энтерпрайз оснащен хорошо, да и Мид доводилось подходить к тем землям. Остается найти того, кто хорошо знаком с берегом теней и подскажет смельчакам, куда можно причалить. Видишь, Клайв, ты и сам давно знал ответ. Мит, а мы сможем подплыть к тому берегу? Как ты ж забрал его с него? Будет непросто, с тем-то течением. Но чем труднее делать, тем выше честь, верно? Верно. Спасибо, леди Вивьен. Если бы вместо общеизвестных фактов и пары сплетен были настоящие сведения, что бы я получила? Мид, попроси всех собраться в общем зале. Я пока схожу за Джошуа. Есть, капитан? Что-то я чую... Как он, господи... Автократ? Арфократ узнал, скорее всего, о ульте международном новое. Будет интересно узнать, что именно. Клайв, ты только послушай. Скажите ему. Помнишь, как мы обсуждали вопрос божественности Ультимы? После той беседы я стал разбираться дальше. И то, что нашлось, согласуется с открытием его величества. Мои поиски сведений о происхождении Ультимы начались с врезки у врат Феникса. Я осознал ее важность, но все никак не мог понять заключенный в ней смысл. Теперь же мне известно, где найти более полный вариант. Тот, что раскроет все тайны. Клайв, приходилось ли тебе во время странствия слышать о круге Малия? Как и многим вряд ли. Раньше эта религия процветала, ведь была древнейшей на Близнецах. Постепенно интерес к ней на Сторме только угасал. Но часть догматов сохранилась в современных культах вроде кристальной ортодоксии. Постой, на Сторме угасал, а на Эше? В угоду новой религии символы старой часто сносят или изменяют. Если смены культов не было, древние храмы могли сохраниться. Теперь понимаешь, почему и я должен пойти в Валут? Из прошлого можно почерпнуть столько знаний, хотя в нашем случае без идей Мосса ничего бы не вышло. Надо же, у тебя была копия летописи моего наставника. Я рад, что она попала в хорошие руки. Только в них и останется. Джошуа, если мы закончили, пойдем в общий зал. Хочу поговорить со всеми перед отправкой. Хорошо. Прошу прощения. Вы знаете, куда и зачем мы идем, так что опустим скучные подробности и поговорим о важном. Если мы подберемся к Стонхюру с моря, скорее всего, нас тут же заметят и обстреляют из пушек. Лучше причарить на юго-западе и отправиться к хребту дракона пешком. Хотя я сказал мы, велика вероятность, что Ультима уже взял под контроль все земли Эша. Большой отряд только привлечет к себе внимание. Будем продвигаться медленно, да и припасов может не хватить. Так что пойдем только мы с Джошуа. И лазутчик, лучше бы опытный. Геф, есть кто на примете? Конечно же есть. Скажу ему взять карты у Леди Вивья на всякий случай. Как высадите нас на берегу теней, уходите в нейтральные воды. Укройтесь где-нибудь, подняв флаг торговцев. Если почуете опасность, тут же возвращайтесь на Сторм без нас. Укрыться это я завсегда, а вот бросать никого не стану. Без вас двоих мы точно никуда не уйдем. Джилл Энтерпрайз явно будет лакомым кусочком для роялистов и пиратов. Не дай взять вас на абордаж. Не бойся, я не дам команду в обиду. Мы должны вернуть вас домой. Но... Ладно. Если вопросов нет, увидимся в доках. Найди меня перед отправкой, надо переговорить. Разумеется. Ну, я думаю, на такой ноте давайте и закончим, ребята. В следующей серии поговорим с Откой. Отправимся дальше. Игра уже явно стремится к финалу. Интересно будет посмотреть, чем же все это кончится. Ну, пока прям очень хорошо. Меня прям поражают сценаристы. Они классно все сделали, продолжают удерживать интерес. Спустя столько времени, казалось бы, да. Вот просто... Молодцы. Все. Не забывайте тыкать пальчики вверх. Продолжение будет в воскресенье. Подписывайтесь на канал. На телегу там новости. На второй канал там записи и трансляции. На Twitch там трансляции проходят. А также не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все в описании. Всем спасибо. Всем пока.